А вот и я! Не ждали! Здарова, с вами Тоби Шой. Вы просили, вы ждали, вы этого хотели. Тир-лист мужиков, секси-чемпионов, которые реально достойны вашего внимания. При этом, я подошёл к этому видосу более серьёзно. У нас будет аж два тир-листа. Первый, который составлял я, и он будет подразумевать, какой тот или иной чемпион будет вам корешем. А второй тир-лист составляла моя девушка. Да, хоть я и дли, но мне всё же нужно прикрытие. И она распоряжалась данным тиром. С кем и при каких условиях бы она встречалась? Нам набивать ёпта целых два тир-листа. Мужики не ждут. Гойда, братья и сёстры, гойда! Погнали! Перед тем, как ворошить гатчик-гнездо, я вам озвучу ран для тир-корешей. С длигочат. А охуенный тип. Б можно попиздеть. С вписка друг. И Д за хуй и в музей. Иран для красивого и прекрасного пола. Ну или для таких, как я и Дима. С. Краш. А. Шоугардедди. Б. Кайфажор. С. С пивом топ. Д. Ебуан, с которым встречается твоя подруга. Ну или сокращенно, ЕКВТП. Надеюсь, все зафиксировали рангли, ибо мы уже встречаем первого трахара. Райз. Дед, которому умудрился выпить всю омывайку и принять её цвет. После чего ебануться и думать, если соберёт какие-то камни, этим он спасёт мир. КАМЕНЬ Я НЕ ДАМ Райз для меня явно является человеком, с которым можно попиздеть и послушать интересные истории. При этом, он любит выпить. Он остаётся спокойным в любой ситуации. Поэтому, если на вас загорится у ебан из торговых центров, он пойдёт. И НАБЮ ЕМУ ЕБАЛОК Райз охуенный тип. Но чего же ему не хватило до дельгочатства? Как по мне, он хуево жил на крепкую дружбу. Но если рассматривать со стороны отношений, это фуловый Шугар Дэдди. Но как минимум, у него есть камушки, которые можно будет сдать в ломбард. При этом, с таким прокастом он явно сможет довести девушку до оргазма. А это уже нихуя себе. Но опять же, нельзя исключать проблемы. Если ты залетела от Райза, то по съёбам он даст по всем осям. За счёт своего ТП. Райз везде почти охуенный. С малёхой недостатков. Каин, знаете, есть биполярные челы, которые буквально 10 минут назад были душой компании. А теперь он ходит и злится на всех, и чё-то, блядь, агрессию какую-то проявляет. И с такими я в рот ебал общаться. Нахуй его. В отношениях такого типа тоже не рады видеть. Он вроде бы любит, а завтра уже собирает твои вещи. Не объясняя причин. Но он красивый. И, видимо, это многое прощает. Б. Варус. Хоть он и выглядит как полный адекват, в нём целых два человека и один Дартлин. И с таким явно хуй пообщаешься. Поэтому, как по мне, это чел совписки. Которого ты больше никогда не увидишь. Ну, кроме как на кассе в Ашане. Но если Варик устроить Орлию. Да, если ты будешь наблюдать. Кто не знал, Варус это смесь двух геев. И женскому телу там будут не рады. У меня встал. Это нормально? На этом и порешали. Что залив себя нормально алкоголя, можно стать наблюдателем. Ягомосец. Да ты, блядь, ёптай, хуже, ёбаный в рот нахуй. Шен, по общему голосованию ВК вы решили, что Шен лучший. И я с вами полностью солидарен. Хоть и проголосовал за другого. Ибо Шен будет охуенным другом. Который придет в хуёвые моменты и засейвит. Гигачат. Однозначно. И даже с учетом отношений. Шен и тут преуспел, как по мне. Спокойный и умеренный мужчина. Который не обидит и не даст в обиду другому. Да, и вроде не урод. Так что краш. Химер Диндлер Йорда. У которого может изобрести из хлебного мякиша и пака на свая. Хлебный на свай. Откажу к Ченнику. Говорю. Пошел нахуй. А он говорит. Я вообще-то профессор. Усатый Трахер. Умеренный в своем поведении. И с ним явно найдется о чем попиздеть. Но в этом его и проблема. Он, как по мне, слишком мягкотелый. Отчего не может найти самочку. Бахнем пиво. И может быть он засияет новыми красками. Но кто же главный Трахер? Дрейвен. Нет, не так. Дрейвен. Нет, не так. Блять. Он явно сделает это лучше. Дрейвен. Усит ли пропуск в трусите. И в плацкарт. И в театр. Такими усами можно спасать жизни людей. Или уничтожать мира. Но чё-то я зациклился. Самовлюбленный. Но такой харизматичный. Непоколюбимый. Что я бы сам расчехлил мохнатку. Краш. Но к сожалению, таких коричей я нахую вертел. Ибо скрысить или пиздеть какой он пиздатый. Ну это мне нахуй не усралось. Захуй и в музей. Физ. Рыбешка с характером 12-летнего уебана. Ну такое себе. Как по мне. В двух случаях ты не сваришь с ним кашу. Только уху. Поэтому он летит в D по двум позициям. Джакс. Как я готовлюсь к видео. Слушаю войсы, читаю лор и так далее. И думал, что Джакс на моменте подготовки будет достаточно высоко. Но проблема в том, что он пиздец тупорылый. Вот у каждого есть такой знакомый, который вроде бы сильный. Но когда он только открывает свой рот, твой мозг начинает охуевать. Вот именно Джакс такой. И как неудивительно, такие типы обычно зависают на вписках. Где им все же и место. Но смог ли Джакс покорить Бубукися Писе? Бубукися Писе? Ну для начала, да. Тут все же мимо. Как это обычно и бывает, у подруг парней это нонсенс интеллекта. Отрицание какой-либо эволюции. Дай палку и я буду бить. Поэтому Джак себе набил на твердую Д. Насус. Этот персонаж явно любит по-собачьи. И проблема в том, что о нем не о чем даже поговорить. Гав-гафыч, который за счет своего тела занимает С. Но главный вопрос. Во время ультимейта у него хуй тоже становится больше? Напишите пожалуйста в комментариях. Ну и не будем забывать, что собака лучший друг человека. Явно охуенный тип. Джейс, ну начнем с того, что он явно умеет дружить. Своеобразно, но может. Что нам было доказано в Аркейн. В Арке с Виктором. Гигачат. И спасибо мульту за раскрытие персонажа. И не уходя далеко, Джейс имеет внешку ебакакую. Он явно брызгается акцент для поддержания своей брутальности. Но вот проблемы с неуверенностью отбрасывают его в А. Клет. Типаж чистого кайфажора. Берет от жизни все. И даже больше. Чутка с ебом напутано. Но как он филигранно использует каждую секунду экранного времени. Он очень харизматичный. И с таким корешем вы попадете в самые абсурдные и смешные ситуации. С ним не соскучишься. Но спустя время тебя может заебать вся эта суета. Поэтому, Клет, чертяга ты такая. Отправляйся в А. Синджит. Что по сильным психотропным? Но у нас в наличии есть золомакс, кедра, изолятор, оксибутерат. Синджит. Такой, который сидит в тени. Но Фиско держится чисто на нем. И больше ты его никогда не встретишь. Но кто в здравом уме, без стимуляторов начал бы с ним отношения. Поэтому нужно угаситься в нулину. И посмотреть на него с другой стороны. Зак. Это тот случай, когда бы Зак бы был охуенным корешем. Тупым, как желешка на тарелочке. Но веселый. Он явно не причинил бы вреда своим близким. И с ним можно было бы попиздеть пару раз. Но тупость заразна. Парнем бы был он никудышным, как минимум. Из-за своего тела и глупого характера. Группа Д. И да, Зак, спизди формат, пожалуйста, с мужиками. Ганг Планк. Вы не задумывались, почему в его имени есть слово ганг, но нет телепорта. Старый моряк бы был, как по мне, оверхуевым другом. Навести суету, обменять тебя на золото или тлинуть слабыми в институте для ГП это не проблема. Он кайфажер, который своим характером овер похуисто захватит сердечко дамы. Хоть у него и специфические вкусы. Но друг он явно хуевый. И это Д. Рейкон романтичный восстай, который украдет сердечко многих дам. Он очень милый, но в то же время пиздец ванильный. Почти краш. Но вся эта ванильность и самовлюбленность все портит. А теперь идем от обратного. Вот у тебя есть друг пиздец ванильный. На которого будут вешаться девки. И вот, допустим, ты влюбился, ну, скажем, в шаю. Но увидя Рейкона, она явно положит на тебя хуй. Поэтому приятно находиться в компании красивых людей. Но не на постоянку. Б. Шаку. Ебучий мудозвон, который наебет тебя, твою семью и твой тостер. Если тебе скажут, что его видели с какой-то тёлкой, он скажет, что это брат-близнец. По итогу нахуй таких парней. Да и по факту, другом он бы был крысиным. Неуместные шутки в компании. Или прийти тогда, когда он тебе нахуй не усрался. Это все про Шаку. Поэтому в музей идем дальше. Ксин. Укуси меня, пчела. Жао. Азиата заказывали. Так вот он. Как по мне, фулл адекватный человек. Который учится, скорее всего, на военке. И с ним можно попиздеть. В нем нет ничего необычного. Он просто чел, с которым приятно поговорить. Да и внешность у него вроде неплохая. Поэтому везде Б. И это достойно уважения. Джин. Ебать. Аристократ. Давайте отбросим, что он серийный убийца. А то с таким пунктиком он сразу летит в Д. Окей? А теперь представим, что у тебя друг аристократичный азиат. Да это, блять, просто охуенно. Научит тебя держать вилку в левой, а ствол в правой. Играет на пианино и танцует чечетку. Хули еще надо. Гигачат. И это не обсуждается. А теперь перебросим все вышесказанное на отношения. И тут нихуя не меняется. Красивый парень, который знает манеры. Приведя такого домой, родители будут только рады. И это чистейший краш. Ну и подводя итоги, это тир-лист для друзей. А вот этот, тир-лист для девушек. И давайте-ка поступим так. Вы наберете 700 лайков. И я ускорю производство видео. Почему так много? Ну пока, институт ебет меня в жопу. И я хочу чуть-чуть выиграть времени. Также я бахнул опросник в группе ВК. Где вы можете проголосовать за своих персонажей. На которых у меня есть сомнения. Тем самым, я углублюсь в изучении их лора. А с вами был Тобишо и человек, который прошел все моба. Пока, мои длигочады и длигочатки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok